Пушкин глазами детей. 15-летняя Алина Кудряшова вошла в число победителей международного конкурса рисунков. С талантливой выпускницей детской художественной школы имени Куликова встретилась наша съемочная группа. Воспитанники Муромской художественной школы принимают участие в международном конкурсе детского рисунка каждый год, а вот стать победителем или лауреатом почти не удавалось. Победа Алины Кудряшовой стала настоящим признанием как для самой юной художницы, так и для ее руководителя и всей школы. В этом конкурсе в международном участвовала 9621 работа. Победителей было всего 29. Участвовали ребята не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Украины, из Кипра, из Германии. Очень много ребят участвовало. И я очень рада, что моя ученица вошла в число победителей. Педагог и ученица решили не делать из конкурсной работы очередную иллюстрацию к сказке о золотой рыбке или поэме Руслана Людмила. Они обратились к детству Александра Сергеевича, его трогательной связи с доброй и заботливой няней Ариной Родионовной, которая пленила воображение ребенка рассказами о народном эпосе. Подбирали сюжет для композиции и решили, что будем изображать детство Александра Сергеевича. На работе представлено то, как его няня Арина Родионовна укладывает маленького Сашеньку спать. Она сидит рядом с его кроваткой и читает ему сказки. Работа была выполнена в теплых, темных тонах, так как уже были сумерки. И была поставлена очень сложная задача. Был один источник света, то есть свеча, стоявшая на столе. Талантливая девочка с успехом справилась с поставленной задачей, тонко передав игру света и тени. По словам руководителя, Алина всегда подавала большие надежды. Алина уже закончила нашу художественную школу, закончила с отличием, с красным дипломом в прошлом году. Очень приятно с ней было работать все эти годы. Часто побеждала в конкурсах. Фантазия, усидчивость отличает Алину. Что касается Алины, то умение рисовать понадобится ей прежде всего при поступлении в ВУЗ. В дальнейшем девушка настроена продолжить свое образование в архитектурно-строительном университете. Как приятный подарок, в течение года она сможет посещать историко-литературный музей-заповедник имени Пушкина совершенно бесплатно. Елена Петрова, Илья Облетов, Новости Муром.